Хоба, привет! У меня внеплановый ролик, мне просто захотелось его записать, что я даже не стал вон ставить свою ширму и просто так записываю, да? Вот, смысл в том, я сейчас лазил тут по интернету, скучал, да? И нашел такую информацию, что в России провели опрос и выяснили, что 86, по-моему, процентов счастливы жить в стране, да? Вот, и я хочу поговорить, вот, мое понимание счастья, да? Не то, что счастья, а, ну, как нормально жить? Я вот тут себе накидал немножко, да? Вот, и как мы живем в Америке, вот, ну, в частности, мы с женой, наши знакомые, да? Русские, американцы, за всех я не говорю, но вот мое окружение. Первое, мы не считаем деньги на еду, это самое главное, вообще не считаем, просто, ну, покупаем то, что нравится, и все. Вот, это такой ничтожный процент от заработка, что не только у нас, у многих очень. Ну, вот, надо, понравилось, купил, съел, ну, не съел, выбросил, вот, как-то так, да? То есть, еда вообще не занимает никакого места в нашем, ну, как сказать, в нашем доходе, что ли, в наших расходах, вернее, вот так. Ну, вот, сравните, сравните с тем, что в России, считаете вы себя счастливым, мягкой. Второе, значит, что у нас тут, еда, одежда, ну, практически то же самое, у нас одежда понакупленная, и, в общем-то, ну, редко-редко что-то понравилось, какая-то маечка там, или что-то в этом роде. Вот, ну, ради бога, взял, купил, повесил, забыл, как-то так. Вот, это, понимаете, не то, что вот мы там богаты, да какой там, господи, самый-самый такой средний класс, да, самый средний класс. Вот, ну, действительно, ни еда, ни одежда не занимает, у комары какие-то летают. У нас в этом году комары что-то не травили до сих пор. Ладно, что еще, насчет вот жилья, да. Ну, я считаю так, что каждый человек, чтобы быть не то, что же, не то, что уж счастливым, а просто, ну, это первая необходимость, любой человек в Америке может купить жилье, или снять жилье, то, которое ему нужно. Вот, столько комнат, сколько нужно, столько, я не знаю, этажей там, ну, у нас тут считается по уровням, да. Ну, вот, ну, нам даже вот жена многовато, мы подумаем, куда к черту такой большой дом. Вот, ну, нам его, во всяком случае, хватает. Просто уже возраст подходит, тяжело его содержать в порядке. Вот, у нас три уровня, вот, сколько, раз, два, три спальни, и внизу еще бейсмент, а благоустроенный, такой, благоустроенный, такое слово. Есть какой-то из России. Вот, так что, вот так. Насчет работы, ну, тоже проблем нет. Ну, конечно, есть безработные, но не могут найти, например, он выучился на каком-нибудь, не знаю, слесаря. Ну, не обязательно слесаря, да, ну, на любую работу, помощник менеджера какого-нибудь или помощник врача, и вот никак не может найти работу, к примеру, себе вот в том месте, где он живет. Ну, такое бывает, конечно, ну, работа у всех есть, тут нет такой безработицы, чтобы в повалку лет, не знаю, может быть, 7-8 назад вот тут был кризис, и действительно были очереди вот в местах по трудоустройству, да, есть такие фирмы по трудоустройству. Ну, сейчас это все рассосалось, уже таких очередей нету. Вот, жилье, работа, что еще, отдых. Ну, вот, опять-таки, мы, ну, самые средние такие, да, ну, мы можем отдохнуть там раз в два года, ой, раз или два раза в год куда-нибудь слетать, да, съездить там. Вот мы с женой ездили на Аляску. Все дело в том, что я-то не путешественник. У меня жена бы вообще каждую неделю ездила куда-нибудь, я не путешественник. Вот она недавно в Перу слетала, ну, ради бога, слетало там озеро с неприличным названием Титикака. Я вам сейчас рассказываю, у меня есть такой сайт, сайт фотки USA.com. Вот, посмотрите, там уже 15-й, по-моему, ролик, не ролик, там просто статьи с картинками, как она там, значит, по этим пилуанским местам ходила, да, вот. У американцев вообще нормально, у тех, которые, ну, живут несравненно с нами, да, ну, тоже средний класс. Запросто на субботу-воскресенье слетать на Гавайи, там, маленько так развеяться, что ли, это, ну, это нормально вообще, да. Вот, ну, и что еще, я сюда бы еще отнес достойную старость, потому что пенсионеры здесь живут в раю, у них все бесплатно, у них медицина бесплатная, отвезут куда надо. Жилье, если у тебя не хватает денег на собственное жилье, ты там, допустим, не можешь купить себе то, что хочешь, ну, так, пожалуйста, тебе государство поможет, есть субсидированные квартиры, есть субсидированные дома даже, ты можешь снять. Ну, большой дом тебе, наверное, не дадут снять, ну, вот, часть в доме там можно, пожалуйста, да, много ли пенсионеру надо? Ну, допустим, пару комнат в многоквартирном каком-то доме, вот, где за тобой будут следить, смотреть, если ты упал, сразу прибегут, ну, и так далее, это все нормально. Ну, и то же самое, то же самое для детей, вот, достойной старости, ну, как, достойное детство, счастливое детство, что ли, с детьми здесь следят, ой-ой-ой, как, вот, и, в общем-то, это тоже, это привилегированная часть общества, дети, да. Ну, еще могу сказать, животные здесь, к животным прекрасно относятся, мне это просто приятно, как это все выглядит. Вот, ну, примерно, я вот тут, есть такая пирамида Маслоу, по ней можно прогнать, да, потребность безопасности, у нас полиция работает, ну, как надо работать полиция, ну, конечно, бывают какие-то издержки, ну, например, вот, я к полиции здесь отношусь с уважением, потому что в России я ни разу не видел, ребят, 50 лет я там жил, я ни разу не видел милиционера, полицейских я не застал, но они из милиционеров выродились, как бы, да, я ни разу не находил. Или милиционера, или судейского, которым я мог бы питать хоть, хоть какое-то вот уважение, хоть какое-то, хоть грамм. Ну, вы можете со мной не согласиться, не знаю, я за себя рассказываю, не собираюсь ругать Россию, просто рассказываю, как есть. Ну, и последнее, что я хотел сказать, уверенность в завтрашнем дне. Вот здесь американцы берут себе путевки отдохнуть там за год, да, билеты на самолет за год, они знают, что за это время ничего не изменится, придет время, и они полетят вот на этом самолете куда-нибудь там отдохнуть. Ну, и не только это, вообще, ну, здесь, здесь не, в принципе, здесь вот так вот, знаете, скучно жить, потому что, что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит, да, помните, пел там Ленский, кажется, да, вот. Вот, и что здесь день готовит? Да ничего не готовит, вот то же самое, утро-вечер, 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 никаких особых потрясений, ничего не происходит. Ну, сейчас Трампа выбрали так, по ошибке, да, ну, его сразу, так вот, это, прижали, вот он сейчас уже помалкивает, не знает, что делать. Ну, нормально будет, ну, не будет нормально, не поймет, ну, изберем другого нафиг, что, какой разговор, ну, это такой вот случай, какой-то, такой немножко катастрофический. Ну, ничего, переживем. Вот так, вот это, я считаю, нормальную жизнь, ребят. Вот это нормальная жизнь, когда не думаешь о еде, о одежде, когда можешь купить машину, машину, я про машину ничего не сказал, но это нормально, это у меня даже из головы вылетело, потому что машину берут обычно, вот сколько членов семьи, столько машин. Вот у нас с женой одна машина, почему? У нас было две, я свою разбил, но она мне не нужна. Я ее брал только для того, чтобы, ну, так выучиться, кататься просто и все. Она мне не нужна, я. И, знаете, у меня перегорело, у меня в детстве так я хотел машину водить в юности, то, сё, а потом перегорело, она мне не нужна. Я лучше дома буду сидеть, мне интереснее здесь вокруг дома ходить, цветочки там выращивать и т.д. Ну, старый уже стал, наверное, да? Вот. Ну, жена у меня постарше, но она, она обожает гонять на машине и, в общем-то, я ей всегда говорю, когда мы выезжаем на трассу, там, на хайве, я говорю, слушай, ты не на самолете летишь, в конце концов, 60 миль, 60 миль в час – это все, вот, больше не надо. Вот она давит 65-70, а здесь, вон, в Вискансине, там 80 разрешено, да, она и до 80. Я говорю, ну, ты сейчас угробишь всех нас или улетишь куда-нибудь. Ну, вот, ей нравится, ну, пускай нравится, нравится, она очень хорошо водит, ей нравится именно сам процесс управления вот этими, там, двумя стами этими лошадями. Вот, почему, говорит, у тебя в машине так плохо пахнет, ну, 200 лошадей, что ты хочешь? Ну, вот, как-то так, ребят, сравните с тем, что я рассказываю, как мы живем, я вовсе не хвастаюсь, и мало того, что мне хвастаться-то, мы живем-то, может быть, не так уж и хорошо, как американцы живут. Ну, вот, то, что я сказал, ну, вот, это есть. У вас то же самое в России? Ну, я не думаю, ребят, я не думаю. Так что давайте, что-нибудь думайте и развивайтесь. Всего хорошего, с вами был доктор Влад. Хоба, еще раз, да я забыл, тут я сейчас вот просматриваю то, что записал, забыл одну вещь, это, это действительно по пирамиде Маслова, вот, потребности, да, потребности в красоте. Вот, зря я это не сказал, это даже я вот сейчас этот ролик прилеплю к тому. Потому что потребность в красоте, это в человеке заложено. Ребят, здесь все красиво, вот в чем дело. Даже какие-то, вот, я не знаю, клумбы там, да, или что-то, или, ну, сами дома, да, на них приятно смотреть. Или вот даже озеро, ну, что там озеро у нас не такое большое, там, миля, поперечники, да. Да, ну, там все берега благоустроенные, камуш, опять это слово, да, благоустроенные, камушками все заложено, чтобы берег не рассыпался. Причал очень красивый, пляжик, ну, маленький намного не надо, ну, пляжик там 5 на 2 метра, может быть, да, ну, там скамеечка стоит, там все как полагается. И траву у нас тут убирают, чтобы вот эта вся трава тина, да, на ноги не налеплялась. Вот, везде все красиво, в Чикаго вообще красота, там, ну, Чикаго, если вы не знаете, архитектурная столица Америки. И там очень красивые дома, и вокруг все тоже, вот, и цветы, и клумбы, и все что угодно, панно какие-то. Ребят, все это красиво, даже в мелочах, даже вот просто в лес заходишь, да, я вот тут недавно-то, где-то я об этом рассказывал, я уже запутался, у меня уже под 500 роликов там, я говорю, запутался. Вот просто заходишь в лес, да, и там на каждом дереве, значит, такой забит, ну, как бы номерочек, да, вот это дерево заприходано, все за ним следят. В лесу дорожки, в лесу туалеты, да, в лесу обязательно стоят какие-то столики и мусорный бак, что можно там устал, пришел, посидел, покушал, мусор все сложил, дальше пошел, понимаете. Вот именно вот эта красота, ну, и мы тут друг перед другом в деревне изгаляемся, у кого цветы красивее, у кого чего как, да, понимаете. Вот такое дело, именно что красота, я впервые это в Европе увидел, в Голландии, там тоже очень красиво, вот, даже нечего говорить. Но вот здесь в Америке, ну, она уже мне теперь своя Америка, и поэтому я просто обязан был сказать вот в этом, в понимании счастья, да. Ну, вы видели мои ролики, у меня их полно, этих роликов, просто наша деревня, вот обычная, захудалая, как говорится, ничем не примечательная. Вы еще не были в таких каких-то, ну, скажем, очень богатых районах, да, вот, там это еще все круче, ну, мы так вот проезжаем, смотрим иногда, там все прям вот, значит, травинка к травинке, как, я не знаю, как в армейских частях, да, в России, там траву красят перед приездом генерала какого-нибудь, так вот и здесь, да. Вот, ну, та же вот Венетка, допустим, я вот там был, помню Венетку, вы все знаете Венетку, там снимался фильм «Один дома», вот, и там, конечно, все очень красиво на берегу Чикаго, на берегу, ой, господи, в Чикаго, на берегу озера Мичига, вот так вот, да, заговариваются уже ближе к вечеру. Вот, красота здесь, конечно, ну, ребят, неописуемо, вот такое слово есть, неописуемо, и вы знаете, я ролики специально снимаю везде и повсюду, чтобы вы не думали, что вот я снимаю, да, одной рукой прикрываю, что там вот мусорная куча лежит, да нет, здесь мусорная куча. Ну, ладно, все, закругляюсь, до свидания, сейчас ролики склею и на YouTube. Чао-чао.